Отчего всемогущий Творец наших тел даровать нам бессмертие не захотел? Если мы совершенны, зачем умираем? Если несовершенны, то кто бракодел? Знаю я это высказание. По факту надо сказать, что да, Бог бракодел. Ну а Марха, я, видимо, считал, что да. Да, да, да. И не только он. На русском переводе, конечно. Да, это сейчас много, так сказать, трактуют на разный лад, вот эту идею. Но я вам хочу сказать, что никто не бракодел, все абсолютно совершенно. И человеку дано очень много. И резервов в человеческом организме огромное количество. Средняя видовая продолжительность жизни, по данным Википедии, 95 плюс-минус 2 года. Для меня это был очень неожиданный факт. Я думал, 80. Ну, вы думали, потому что так об этом говорят, то есть это вот получается, что такие цифры приводят. На самом деле резервов в человеческом ДНК хватает на блок до 144. Это круг. Круг, который живет человек. Круг? Круг. Он называется круг. Как? Это кто сказал? Ну, кто? Геронтология? Тверждает так. Нет, не геронтология. Геронтология, по-моему, не думает сильно о продолжительности жизни. Геронтология, по-моему, больше увлекается сопровождением на сегодняшний момент. И, на мой взгляд, не так сильно успешным. Просто ухаживает, лечит, помогает симптоматически больным. Считает, сколько у каждого болезней. Настучает лекарства. Не занимается социумом. Вы об этом уже думали в те годы, когда, благодаря вашим таинственным влиятельным друзьям, приехали в Перми. Кем вы стали в Перми? Ну, я в Перми работала врачом в администрации области, а геронтологии я не думала. Хотя меня приглашали сюда, в геронтологическое отделение работают. Но для меня это была тема не главная в моей жизни, а, как я сказала, типа хобби. Я просто собирала и собирала, собирала, собирала этот вопрос. А вы подробнее, врачом при администрации области, как называлась официальная ваша должность? Заведующая медицинским пунктом администрации области. А вот доверенный врач, который как это называлось? Ну, это одно и то же, потому что там единственный врач этот и был. Почему партийная верхушка доверила вам, именно вам, своё здоровье? Верхушка мне не доверяла, они не знали, что я... Но потом просто уже, когда мы познакомились, получилось так, что многие стали доверять. И я с многими общалась именно как врач. И на тот момент... Ведь официально вы не профессор, никакой академии, ничего, да? Казалось бы, они же привыкли доверять всем этим, не знаю. Вы знаете, вот мне очень сильно посчастливилось. Я тогда, когда пришла работать, там работали чиновники, вот элиты партийной. Это были очень человечные люди, это были замечательные... Это уже... Это уже не советская элита. Бывший обком партии, он почти не полностью... Какий призыв? Я даже не помню. Раньше. Раньше. Вот, я проработала с четырьмя губернаторами, могу сказать, что это было самое щитрое. Ну, и они, слава богу, все живы и здоровы ещё работают. Это очень приятно. Но я хочу сказать, что тогда они не внушались приходить, скажем, к врачу. Если бы им не нравилось, они бы второй раз, наверное, не пришли. Всё было очень замечательно и хорошо. И многие годы, 11 лет плодотворно там работала. Это теперь чиновники не ходят к такого уровня. Они куда ездят? За границу сейчас? Или в Москву, по крайней мере? Ну, вы знаете, наверное, каждый по-разному, но я думаю, что... Куда ходят люди с деньгами сейчас, с властью лечиться? Они не ходят, они ездят. Переминия. Ну, летают, вернее. Ну, почему? Я не могу сказать за всех. Понимаете, у некоторых есть совершенно чётко доверенные врачи, те, которые из медакадемии или из профессорской клиники, наверное. Но это же ведь тайна врачебная. И кто будет рассказывать, кто где и как? Вы близко наблюдали их, так скажем, в исподнем, вот, те поколения власти, да? И вы сейчас наблюдаете новое поколение? Я не наблюдаю сейчас. Со стороны. Чем-то они отличаются? Я так думаю, что это не тема нашего разговора сегодняшнего. Не надо её поднимать, потому что... Нет, в плане, в нашей теме, вот, может быть... Они стали моложе. Может быть, новое поколение стало моложе, что они больше занимаются спортом, да, фитнесом и так далее. Я не знаю. Потому что у нас есть ощущение, что ведь те были такими портократами, такие вот, уже с одышкой люди... Это были ничего подобного. Там были замечательные, хорошие люди. Они очень быстро уходили после того, как подкидали свой пост. И об этом бы я сегодня в вопросе долголетия хотела сказать. Ну, скажите. Ну, давайте по порядку несколько. Несколько по порядку. Хорошо. Значит, вот вы проработали там вот эти годы. И как вы стали приближаться к идее восстановительного лечения? К идее восстановительного лечения, это опять же, вот, пока я там была, пока я там работала, мне очень сильно повезло. Эти люди очень с понятием замечательные и так далее. И вот Игумнов, как губернатор, был вообще очень человечный человек. И с его руководства, его общения, то, которое вокруг него были на тот момент времени, услышали мой призыв, что я не люблю медицину, какая она есть сейчас. Я не любила ее с самого начала. Как она называется сейчас у нас? Симптоматичная? Симптоматическая? Симптоматическая. Ну, ее по-разному называют. То есть мы лечим не причины, а последствия? Официальная медицина, она вообще ничего не лечит. На мой взгляд, она выбирает кое-что там. Ну, когда калечит, когда просто немножко затушует все. Я ее не люблю с самого начала. Люди из медицинского истеблишмента поспорят с вами, наверное, да? Пусть. Я не впервые выступаю. Моя позиция, она моя позиция. Я имею полное право ее высказывать. И считаю, что все больше и больше к такому мнению встаняются те, которые работают в социальной медицине. Если бы они думали так, как я, они разве бы там работали? А если они там работают, они думают, как там. И работают по темам, правилам и позициям. В чем была главная ваша революционность по тем временам? Моя революционность. Мне хотелось найти что-нибудь, что помогает человеку здесь и сейчас. Я тогда еще не думала о восстановительном интернете. Я работала в таком месте, где нужно было людям помогать здесь и сейчас. То есть там люди не бездельничают. Там люди работают. И им зачастую некогда и на выходные сходить, и вечером они уходят поздно. А люди остаются людьми, у них возникают проблемы. Мне позволили поездить по стране, по разным городам. Я искала разные методики. Кое-что я нашла, привозила, пробовала, мне не нравилось. И я снова и снова, значит, опускалась в разное направление. И тогда я вышла на... Занимались модернизациями и инновациями. По призову Медведева сейчас. Ой, не приведи Господи, как они занимаются. Я бы тоже еще на эту тему хотела сказать. Что они сейчас делают? Они что делают? Вот последний форум я смотрела там. Голышева, по-моему, Голышева рассказывала. Она говорит, что у нас не так уж плохо с медициной. Кто такая Голышева? Наш министр? Нет. Наш министр Голикова. Я могу... Да, Голикова. Я могу путать, там Голышев, ну вот недавно форум по инновациям проходил. И там они говорят о том, что в ближайшее время, значит, все будет очень здорово. Мы поставим везде аппаратуру. Не обязательно ходить к врачу. Будет врач сидеть на одном месте, ему будут поставлять там исследования. Ну, например, кто это... То есть еще дальше и дальше отодвигают больного и врача. На мой взгляд, нужно лечить не болезнь, а человека. И присутствие его обязательно должно быть. А та стандартизация... Вы поняли, это были уже середины 90-х, да? Мы сейчас говорим об этих годах. Ну, я приехала в первом 95-м, наверное, годы через 2, 90-е, так, 96-97 год. Я стала только понимать это. Я вам хочу сказать, что это была целая революция внутри меня. Когда я начала вдруг понимать о саморегуляции организма, о том, что анатомия есть анатомия, есть физиология, о том, что есть эти процессы, которые самовосстанавливают. Откуда вы брали информацию? Я ездила на конференции. Я очень много училась. Всероссийские, международные? Ну, были и всероссийские, были и международные. По-английски вы читаете? Я не читаю по-английски. А как добывать самые новейшие тенденции? Они оперативно переводятся? Ну, как правило, я езжу на конференции, где... Переводчики есть. Переводчики есть. Это одно... Но переводчики это для тех, кто не говорит по-русски. Для тех. Я не думаю, что за границей, кто знает английский язык, что там много передоверей. Итог вот этого второго этапа вашей жизни, то есть второй ступеньки, да? Какой? Когда вы осознали важность восстановительного лечения. О, да, это революция. Ну, у меня так получилось, что сначала, значит, я очень хорошо узнала анатомию, потому что 15 лет... нет, 12 лет проработала рентгенологом. в лучших, так сказать, вариантах этого дела. Вот. Ну, повезло. И потом, вот, 11 лет я работала здесь, и мне просто-напросто тоже, опять же, повезло. Ну, может быть, из-за того, что... Те жидкости, те, которые вводятся вовнутрь организма. Я быстро отказалась от этого всего. Мне кажется, там больше, так сказать, вреда, чем пользы. И к чему вы пришли к концу 90-х? Ну, я к концу 90-х. К концу 90-х это было уже общее понимание того, что организм единое целое, к тому, что есть процессы саморегуляции, и что человек это не просто биологическое, но это биоэнергетическое существо. Какой была реакция Ваших коллег, работающих в официальных учреждениях? Часть коллег пошли за мной в том направлении, я делала школу здесь, в Перми, и они учились. Не многие части, не такая большая часть, но они работают и практикуют и сейчас, а все остальные отрицают. Семинары проводятся прямо в этих медицинских учреждениях? Нет, я просто делала приглашение для тех, кто разделяет со мной это мнение. То есть выяснялось, делали мы школы достаточно большие, там по 30-40 человек, я не знаю, сейчас много или немного работает, это достаточно трудоемко. Эти семинары кто посещал? Прямо профессора? Нет, я приглашала из другого города. Или просто врачи рядовые? А, здесь-то, среди нашей, да? Ну так получалось, что сначала рядовые врачи, а потом и меня долго, очень долго не воспринимали. Но потом, когда уже начали… Почему Вас не воспринимали? А эта методика совершенно другая, она совершенно другая идеология. То есть, если человек выдвигает новые идеи не на базе медицинских институтов, то ему нет доверия. Как работает это вообще? Ну, я Вам хочу сказать, что ведь люди поменять убеждения – это большое мужество. А если человек там заведующий кафедры или как я вот пришла сначала к начальнику управления здравоохранения и говорит, давайте я Вам расскажу, как эта методика работает, он говорит, если она лечит все, я тебя даже слушать не буду. А он был по образованию и по своей деятельности хирургом. Понимаете, ему в голову не приходилось, что в организме есть какие-то процессы, которые можно запускать для того, чтобы организм, будем так говорить, решал свои проблемы. Помогать ему в этом решении. Они сами там по себе работают, они заложены уже. Это программа, которая работает совершенно необыкновенно. Это гениальное изобретение природы. Вот. Но чтобы хирургу это понять, это было совершенно… Ну, а если верхушка не понимает, то совершенно трудно потом пустить куда-то вниз. Да. Вы же знаете, любые новаторские методы, они не просто… они запрещаются. Ну, правильно. Чтобы не было разброда и шатания. Согласна с этим. Я понимаю, что есть какие-то управляемые процессы, законы какие-то, по которым должны работать врачи. Но не до такой же степени все узаканивать, все стандартизировать. Я еще помню те времена в медицине, тогда, когда мы работали и как-то, скажем, творчески подходили в рамках своих знаний к решению той или иной проблемы у пациентов. А сейчас все прописано. И когда мы увидели первые стандартные… И продолжим в следующем сегменте про то, как сейчас.